Итак, я в Листвянке, наверное, одном из самых популярных мест на Байкале, ну и включаем, может быть, Ольхон. Сейчас посмотрим, что здесь есть интересного. Вот там остался порт Байкал, в котором я был вчера и сегодня утром. И нас ждет Листвянка. Вот мы здесь видим на въезде символ Листвянки, кораблик такой. Ну, я не мог пройти мимо и не посетить вот это место, памятник драматургу Вампилову, который трагически погиб здесь, утонул в этом месте в 1972 году. Это причал парома из порта Байкал, маленький такой, ну, один паромчик небольшой. Очень мне рекомендовали посетить вот этот музей. Ну, сейчас зайдем, посмотрим, что у них со съемкой там, разрешают, нет. Глубоководный обитаемый парад PISIS 11. А, на этом аппарате только виртуальное погружение делают. Ну, посмотрим. Может быть, схожу, может нет. В общем, в музей за камеру нужно отдельно оплатить, поэтому я, наверное, в него не пойду. Зачем я буду рекламировать их за деньги же еще, за свои? Говорят, экспозиция там здоровская, но вот видите, мне ее позволяют снять только за дополнительные деньги, а я этого не люблю, поэтому не пойду. Уж извините, что Вам не показал музей. Листвянка – это такое туристическое место. Здесь туристические цены почти на все. Музей 370 рублей, тоже не дешево на самом деле. Вот сейчас идем по набережной. Набережная такая с советских времен. Ничего на ней особо не меняется. Ну, вдоль набережной, конечно, гостиницы всякие. Здесь тоже есть маяк. Небольшой такой, маленький, симпатичный. И сейчас он как скорее украшение. Камни поросли. Траву и морскую. Очень интересно выглядят. Вот, наверное, кафешечка. Пляжная зона такая. Наверху, а внизу кафешка. Прикольный металлический деревянный мост. Управляющий металлический. А дальше настил деревянный и шпалы, по-моему. По большому счету здесь одна улица, которая идет вдоль побережья. На ней расположены всякие рестораны, гостиницы, все такое туристическое. Есть еще в распадках дома. Сейчас мы дойдем до них. Здесь какая-то концертная площадка. Проходит на выступление. Дайвинг-центр к услугам любителям этого вида отдыха. Извините, заходить, спрашивать цены я не буду. Мне сам дайвинг не очень-то интересен. И катание на досках тоже. Вон есть сайт, если кто хочет посмотреть. Нет зоопарк. Здесь медведи содержатся. Я что-то боюсь к ним. Можно зайти, недорого стоит билет. Там несколько мишек есть. Но я не хожу в места, где меня еще за видеосъемку просят. Такие дома строят в Листьянке. Не часто, но попадаются такие вот мини-замки. Среди громадов-кадеджей сохранился чудом вот этот старенький домик байкальский. Вот так вот идешь раз, а дальше идти нельзя почему-то. Где хочешь, там иди. Прикольная лавочка в стиле стимпанк. Из реальных каких-то вещей. Здесь вот даже есть таблички. А, это реклама. Это реклама. Прикольно. Музей самоцветов здесь есть. На улице Куликова 12-Б, интересующийся камнями. Зайдите, посмотрите. На спадке тоже частные домики находятся. Здесь вот юрты монгольские. Можно покушать, дайте их позы и все такое. И купить сувениры. Сюда вот такие вот объявления висят. За 500 рублей можно снять комнату. Не знаю, какие условия там. Вот тут в распадке шикарные деревянные дома, гостиницы, рестораны. Ну, прямо и не скажешь, что ты в деревне и рядом вот такие домики находятся. Не зря я люблю заворачивать боковые улицы. Всегда что-нибудь интересное попадается. Вот такое вот рыболовецкое судно. Славная лодочка. Старые настоящие байкальские дома. Здесь вот еще есть такой деревянный симпатичный храм, который мне немного напоминает Петропавловскую крепость, ее шпиль. Двор очень хорошо благоустроен. Есть информационная табличка на трех языках. И информация про храм. Храм-то, оказывается, не новый. В общем-то, изначально этот храм был в другом месте. Из-за затопления водами водохранилища перенесли сюда и значительно перестроили. Сейчас он выглядит совершенно по-другому, чем изначально. Ну, мне нравится. Вот такое интересное место мы сейчас идем, которым руководят два брата, которые выставляют интересную экспозицию из металлических вещей. Кстати, вот мостик через ручеек. Это просто старая телега такая, как бы. Хозяева с юмором. Вот повесили знак кирпича, с настоящим кирпичом. Но я войду и более внимательно посмотрю на то, что здесь есть. Начнем мы с левой стороны. Начинается здесь просто все с обланием старых гвоздей, костылей, топоров, лучше скобинных изделий, в общем. Дальше некоторые есть вещи, которые скульптуры. Все собрано из металлических частей, машин разных и агрегатов. Вот рыцарь немецкий на фоне старой лодки. Здесь живут художники, говорит хозяйка. И предлагают мне просмотреть внимательно все, что здесь есть. А здесь есть много чего. Вот начиная с огромного количества фотоаппаратов, знал бы, притащил парочку своих старых до коллекции. И еще масса-масса всяких разных интересных старинных вещей, которые расположены по тематическим полкам. А также новые скульптурки, которые из различных частей машин, агрегатов собраны. Весьма забавные. Еще раз показываю вам этот вход, в это замечательное место, в это заведение. Всем рекомендую зайти. Улица Куликова, 62. Адрес этого музея. Вот такой классический деревенский байкальский дом. И к нему красивую ограду хозяин сделал. И ворота резные, сальвальни. Кофейня, наверное, какое-то кафе на колесах. Магазинчик и кафе, во дворе которого скульптурки деревянные. Весьма интересные, на мой взгляд. Они прикольные такие. Рыба желаний исполняет любые желания, но не мгновенно, а спустя некоторое время. Ну и нужно какой-то ритуал провести с этой рыбой. А вот это староверы какие-то, благодар и добродара. Встречают, провожают тех, кто однажды попугал под Лемурии. И благословляют на хорошие дела. Дух попутного ветра и все такое. Ну, туристам такие вот милые аттракционы нравятся. Каждая скульптурка здесь имеет какой-то смысл, которым их наделили хозяева. Велосипед вот можно взять напрокат. Вот повернули мы на боковую улицу. Здесь встречаются красивые старинные домики. Они красивые своей непопсовостью, неприглаженностью. Вот как было, так и есть. Тоже симпатичный домик. Попасть ко мне на канал, да? Да, те маленькие собаки. Такие собаки. Балуются. Прошли целый километр к этому театру песни. Хотели познакомиться с его хозяевами. Позвонили им по телефону. Но они скажут, что нас видеть не хотят. Ну, может быть, некогда. Может, что-то другое. В общем, встреча не состоялась. Ну и ладно. Очень много китайских туристов. Они на поездах путешествуют. Вот. Вот такие в теплоходиках. И есть бизнес здесь китайский. Тоже строят гостиницы и рестораны. Вот катер продают. Приезжайте, покупайте, кто хочет. То есть, хорошее дело для бизнеса. Все здесь, включая Лисничество, занимаются организацией туристических туров по Байкалу и Прибайкалье. Главная улица. И общества для пешеходов места здесь нет. Мы бредем по обочине. Вот такое. А отдельного тротуара, просто дорожки пешеходной нет совсем. Прикольное название. А может здесь такой вот пафосный отель, маяк. И слышны звуки джаза. Мог подумать, но в Листянке тоже есть дом культуры. 500 рублей стоит прогулка на теплоходе в Байкалу в Байкалу. Для фотографии на память успевают к нам набор час прогулки 500 рублей. Ну, вот туристический центр Листянки. Здесь рисуются отдыхающие и предлагают им различные услуги. Прокат на корабликах, сувениры, такси и все-все-все. Здесь базар еще есть. А вот здесь шучула нет. Специально для туристов развернут базар с туристическими ценами. Можно поставить? Можно поставить горячую копченую? Не, не, не. Здесь рыба всяких разных сортов. Копченая, сушеная, гаденая всякая. И масса различных всяких сувениров с сувенирными туристическими ценами. Различные сатуэточки, которые, конечно же, приносят счастье. И Будда. Черепушка. Говорят, что если долго тереть, то возникнет фонтан в этом тазике. Он будет звучать и вбрив. Если он не того медь. А, ну вот так. А мы в тальцах бесплаток делаем. Здесь все не просто так, чтобы фонтан бил, нужно 50 рублей заплатить. А, попробуй ты. Нет, и здесь есть нерпенарий. Возле базара прямо. Режим работы вот указан. Я не буду в него заходить. Я не очень люблю такие развлечения. Но, а до митей, наверное, будет интересно. Тайский ресторан. Отель. Еще один рынок. Гораздо больше, чем предыдущий. Здесь много еды. И всякая разная подается. Ну, естественно, рыба. Без сомнения. Всяческая, всяческая рыба. Ее много. Она дорогая. Туристы любят. Тут же сувениры. Вот нитики, статуеточки, тапочки. Все, что чему-то разуется душа туриста. Вот эти изделия из камня очень дорогие, но красивые. Пляж сейчас немноголюден. Вода холодная. Купаться никто не будет. Но все равно люди присутствуют. Тут тоже всякие. Продают всякие вещи разные. Аттракционы. Ну, вот. Прямо прибайкальская такая зона. Здесь все обычно для южных. Похоже на южный курорт. Но только этот курорт не южный. А так все так же. Ну, как бы здесь уже основная часть Листрянки заканчивается. Туристическая такая часть. Дальше просто обычные дома. Я думаю, что там нет особо такого интересного ничего. Я пойду на автостанцию. И мне нужно сегодня еще попасть в Иркутск. И немного поснимать его. Засим прощаюсь с вами. С вами был Роман Посторонний. Смотрите мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И пишите добрые комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok